Доброе утро! Мы будем иметь дело с самой простой циклой, которую только можно придумать, мы рассмотрим куча СТ-2 и будем его плантовать. То есть, что это значит в этой науке, потому что мы рассмотрим, что мы рассмотрим. Ну, давайте ее создадим образующими соотношениями. Давайте создадим образующими соотношениями. В СТ-2 есть такие маточки. Есть СТ-2 есть СТ-1. Вот, ну и здесь так. Значит, я хочу массоваться со светом ноль, поэтому, да, это 2-3 штуки. Вот, значит, и так, да, они сами на образующие алки, поэтому что такое? Вот я взял идеологию, да. Ах, нет, мудриваяся, все именно, да. Значит, взяли свободную ассоциативную алкебру с мудрами. Ну, а какие там соотношения? Ну, надо написать, как коммутировать EF. Значит, коммутатор EF, это просто так. В принципе, можно было ассоциативную алкебру с мудрами. А вот, ну и надо сказать, как ассоциативную алкебру с мудрами. Так, вот так и мы. Вот, ну вот так универсальная алкебра с алкебой, да. И представление, может быть, представление университет, а можно сказать, представление университет. Вот, ну и все знают, конечно, как они выглядят, но я напомню, что происходит. Значит, если у вас есть B, какое-то конечномерное представление, то что происходит? Можно его заложить по собственным пространствам H. Вот, ну, если оно не приводило, то оно разложится именно по собственным пространствам, то есть никаких там janganoff, в данном случае, не возникнет. Вот, значит, мы его раскладываем. Раскладываем по собственным пространствам. Относительно H. А, вот, ну какие-то, допустим, выитые, да. H, выитые, и здесь, так вот, помножение на H. И я уши не использую в этом контексте, потому что здесь, например, значит, другие. А вот, ну и тогда что происходит? Ну тогда I повышает подводечку, да, а F снижает. А вот, ну и еще можно вспомнить про Павелли. Павелли в данном случае очень просто выглядит. Она просто вот веса отражает, вот эти веса расположены. Вот, это целые числа, из-за того, что они не констомерные. Значит, и группа вилля, которая состоит из документов, она просто отражает относительно нуля. Вот, ну и отсюда вы можете, значит, очень легко вывести классификацию конечномерных неприводимых представлений. Ну, надо просто посмотреть на основное управление, что может стоять, старший вес, да. Вот, ну и, соответственно, после этого у вас есть какая-то штучка, значит, вы читаете двоечку, еще вы читаете двоечку и так далее. Вот, ну и, в конце концов, присепляетесь вот здесь. Вот, то есть каждое представление приметрируется просто одним натуральным штуком. Идейте в одном представлении. Вот, мы можем его даже явно выписать, значит, ну давайте явно выписать. Ну, можно и вот так реализовать, это действительно просто многочленная однородная степень n от двух переменных. Ну, просто линейная оболочка, да. С, значит, xn плюс xn минус один y. Ну и можно задать действие E и F, ну, просто как дефинциальными операциями. Значит, E это просто xdpdx, F это ydpdx. Вот, ну и коммутатор легко посчитать. А что-то будет просто xdpdx минус ydpdy. Значит, смотрите, если бы я тут написал плюс, то это бы называлось, значит, ну, это бы как-то называлось, да, вот. Тогда бы, тогда бы как, операция с плюсом, как бы на это пространство действовала? Здесь бы я написал вот такое. Вот, как он действует на однородных многочленах степени n. Это называется, ну, в матрифике это называется теорема эллина. Обычно люди по теореме эллина что-то дуэп призывают. Да, просто умножение n. Да, вот такой операция, значит, на многочленах, он просто как бы умножает на степень многочленов любого однородного компонента. А вот, ну, а тут мы вышли, и за счет этого, так сказать, у нас появились разные полные степени, но вот такая штука, значит, учитывая отдельную степень по исту и степень по исту. Вот, ну, вот так вот, так, значит, выглядит теория представлений для, значит, цель 2, да, но еще понадобится важный момент, еще, значит, понадобится, есть структура центрного произведения, да. Значит, вот смотрите, у меня поскольку аукопрыли, вот, то, значит, ну, давайте вот тут вот я их на вход на виду, на пустом месте. Значит, ну, смотрите, вот у меня, вот моя ОАТС-2, вот, допустим, она действует на двух модулях, значит, действует на... Утопа, да? Нет, да, нет, да. На пустомновые надо приводить, да? А вот, а я хочу понять, как бы она могла действовать на... В тенсорном произведении, например. Вот, обратите внимание, вот тут есть некоторая тонкость, да, значит, это абсолютно не автоматом. Значит, если у вас есть какая-то ассоциативная алгебра, она действует на двух модулях, то вообще говоря, абсолютно непонятно, как определить ее действие на тенсорном произведении. Это некоторая дополнительная структура на нейтралки, да. Вот, а эта дополнительная структура на самом деле называется по произведению, да, потому что посмотрите, что происходит. Если у меня есть какой-то элементик здесь, какой-нибудь там x, а вот я хочу x-ом подействовать на разложенном тенсоре. Вот, ну, на самом деле формула такая, значит, ну, допустим, это какая-то такая штука, значит, это обозначение свитлера, так сказать. Да, значит, сумма x1 на v, тенсорная x2 на w. Вот, ну, то есть я должен предъявить какой-то набор элементов x1 и x2, тоже из моей UADSL2. Вот, ну, и на самом деле можно понять, что достаточно просто предъявить элемент, значит, надо предъявить какой-то элемент, где-то, с которым я обозначу. Вот, лежащий просто в тензурном произведении. Вот, ну, естественно, не абы какое, а если я хочу, чтобы это тоже было действием, да, чтобы это тоже было модулем, вот, должно выполняться, значит, должна выполняться какая-то ассоциативность, она вот тут транслируется в так называемую класс. Да, то есть, вот смотрите, а что такое дельта? Дельта, оно действует, значит, умножение действует из тензурного произведения в саму алгебру. А это Q-умножение, оно действует наоборот, из самого алгебры в тензурное произведение. А, вот, ну, и обычное произведение обладает свойством ассоциативности, да, можно написать, что это в виде какой-то диаграммы. Вот, а если вы теперь сестры очки переверните, это будет называться коассоциативность. А вот, ну этого мало, надо еще, чтобы вот эта штука сама по себе была, значит, магизма алгебры. Вот здесь алгебра просто с поточничным произведением. Вот, надо, чтобы, значит, дельта была, значит, ассоциативность, а вот так дельта была, значит, гамма-маркизма алгебра. Вот, и тогда, значит, вот такая формула задает, структуру модуля на сенсорным произведением. Вот, но в данном случае, поскольку эта штука пришла ко мне от алгебры рС, тут эта программа очень просто определить. Если вот эти водители, то simplesmente затем abstraction из rimag and tλλ probitha. Что такое у меня элемент инициального исключения? Такое формальное произведение элементов алгебры Ли. Если это один элемент алгебры Ли, то он умеет становиться примитивным. Дельта висит от высокой формы. Ну, это то, с чего мы начинали, когда говорили, как алгебра Ли действует на втором произведении, помните? А вообще говоря, это какой-то многочлен ассоциативный элемент. Ну, тогда мы будем много этой штуки. Нет, ну, смотрите. Смотрите, это уже элемент алгебры Ли. Вы можете вообще, в принципе, проверить, что помутатор двух примитивных элементов примитивный. Да, давайте я прохожу упражнение. Упражнение, что примитивный элемент, в самом деле, образил в них право в углу, да? Что, значит, если у вас есть элемент x, то таким способом. Элемент x, и вот таким способом, значит, это называется примитивным. А вот тогда, значит, тогда и коммутатор тоже, значит, тоже не будет. Но произведение уже совершенно не обязан. Понятно, да? Вот. Значит, то есть, на самом деле, это не такая уж, ну, то есть, оно автоматически как бы обладает структурой модуля вот с такой штукой, да? Но чтобы она обладала структурой модуля над самой алгеброй, над исходной, нам нужна некоторая дополнительная операция. Вот. Ну, и на самом деле, значит, вот это то, что называется, значит, алгебра Куппа, ну, то есть, все, говорят, и алгебра, на самом деле, да? Вот. Но обычно иногда просто говорят алгебра Куппа, то есть, когда там исхода нет никакого. Ну, в данном случае есть все равно. А вот, значит, алгебра Куппа – это вот как раз структура, состоящая из ассоциативной алгебры, у них даже мутативной. Вот. И вот такое вот Куппроизведение. Значит, а Куппроизведение, кстати, само по себе тоже может быть… Значит, у него тоже оно… Мы покрыли, чтобы оно было коассоциативно, да? Вот. А оно может быть Куппо-комутативным, а может не быть. Вот в этой ситуации, вот конкретно нашей ситуации, произведение Куппо-комутативно, потому что, если есть такое слагаемое, то есть и перелет остается. Вот. Ну, и поскольку это на образующей Куппунину, то это их всегда лучше. Вот. То есть, в данном случае, значит, в нашем случае, дельта будет еще ко-комутативно. Ну, вообще говоря, это не обязательно. А вот. Ну, и на самом деле, в общем… Ну, то есть, вот у нас есть… Да, вот у нас есть вот эта универсальная бюджетная алгебра, она как алгебра некомутативная, а как по алгебре, то есть, что с этой структурой, она плохо мутативна. А вот, в принципе, в ней можно, значит, двойственную посмотреть, да. Значит, двойственная, ну, как нас учили, не совсем двойственная, это называется органичная двойственная, да, потому что для бесконечную мерность пространства надо аккуратно сделать. Вот в ней есть некая органичная двойственная, значит, это вот то, что называется ССССР2, а вот это групповая алгебра. Ну, координатная алгебра, значит, это ССССР2, это алгебраический группа. Ну, я предполагаю, что у меня здесь есть 0, поэтому мне это не повлияет, значит, потому что у меня есть перенес еще. А вот, значит, ограниченное двойственное к ней будет, значит, а это уже мутативная штука, да, координатная группа. А вот, но при этом она, на ней тоже будет структура по алгебрук, да, это тоже представительная группа, и она будет, значит, не хохом платить. То есть, иначе говоря… Значит говоря, у нас такая вот штуки подвесенности есть. вот есть вот такая картинка, есть вот такая картинка. А вот здесь вот у нас представление СССР2, а здесь у нас алгебраические представления СССР2. как был про алгебраический. Но это просто по определению, это ко-модули над вот этой штукой. Вот, ну, может, это коррекция, что такое ко-модуль, просто перевернуть все стрелки. Что такое модуль? Модуль – это значит, что у вас есть вот такое. Вот, а тут вы просто переворачиваете все стрелки, и у вас, значит, вот эта штука, как мы сказали, она не коммутативная. но кокомутативная. А вот, а эта штука наоборот коммутативная, но не кокомутативная. А вот, ну и теперь, значит, в чем смысл плантования? Смысл плантования в том, что давайте, значит, придумаем еще некоторые параметры, чтобы не выполнялась и коммутативность, коммутативность не только коммутативная. А вот, ну спрашивается, зачем это надо? Ну, на самом деле, гораздо больше не надо, как-то изначально, конечно, как намекает, значит, название, как-то связано было с физикой, да? А вот, но на самом деле, вообще, в принципе, это иностранная хорошая мысль. Да, многие задачи решаются таким методом, значит, добавки лишних параметров, а потом ее и специально делают, и, значит, все ступы будет. А вот, так вот, оказывается, что, значит, вот эта вот процедура, так сказать, из-за того, что мы отказываемся от коммутативности, но при этом какие-то вещи приобретаем, например, какие-то вещи, которые, значит, случайно на файле, они становятся разными для вот такой вот этагрированной алгебры, из-за этого, например, какие-то вещи писать проще. Ну, например, в данном случае мы сейчас рисуем формулу в данном случае выписывается проще, чем входит. Именно за счет того, что там вот какая-то вот дополнительная, значит, степень свободы появляется, из-за чего как-то больше. Вот, ну давайте, значит, мы пишем формулу кэршу Гордона, но тем не менее, значит, вот я хочу два таких модуля перемножить, да, значит, v от, допустим, np1 на v от np1, а вот, ну, значит, что мы знаем из общей теории? Мы знаем, что из общей теории, что как минимум там должно быть вот такой слогаемый, да, вот, то есть надо сложить старшие веса, вот, ну и оказывается форма очень простая, значит, дальше просто идешь шагом два. ну и до, значит, просто до, ну вот тут мне надо было как-то зафиксировать то есть кто-то из них больше, наверное, да, чтобы про мудро писать, да, мудро. Ну, то есть просто идем шагом два, от n плюс m до, значит, того, что получается. вот, ну, опять же, если n равно m, то появится v от нуля, v от нуля это просто одновременное представление. Вот, ну, хорошо, значит, да, ну, пара разных можно понять, можно просто прямым вычислением, можно, наверное, что-то, какую-то науку навести, ну, вот, значит, в данном случае витансовое председение просто, да, то есть просто устроена, значит, формула, все с кратностями один. Вот, хорошо, это, ну, да, как я уже сказал, называется формула крепши губы. Так, ладно, значит, а теперь давайте придумаем, значит, квадровый аналог всего этого, да, давайте теперь вставлять. Так, зафиксируем какой-то круг, как конвекционные числа, вот, ну, и, по возможности, корень не соединиться, значит, потом мы увидим, ну, может, не увидим, да, на данной реакции мы даже не увидим, но, вот, значит, если это корень не соединиться, то что становится, ну, кому-то хорошо, кому-то плохо, вот, ну, по крайней мере, все становится сложнее. А вот, ну, давайте придумывать плантовую вебу. Давайте придумывать плантовую вебу. Значит, это должна быть информация какая-то, информация, то есть в пределе, в каком-то смысле, надо еще понять, в каком смысле в пределе, да, вот, в каком-то смысле в пределе, в каком-то смысле, должно получиться... Ну, это будет деформация в санкт-теории деформации. К у меня ответил на это, ну, значит, я последуюсь, чтобы у меня было К. Ну, и отношения такие, конечно, что К на К коммунистировали на К. Вот, К и Е коммунистируют в точных титул, а Z коммунистируют в точных титул. Вот, ну, наконец, значит, Коммунистируют в точных титул. Коммунистируют в точных титул. Вот, ну, и тут видно, да, значит, что, например, если Q равно Q минус 1, то у нас уже проблемы. Вот, то есть, ну, значит, ну, значит, ну, значит, ну, значит, ну, значит, ну, вот, да, ну, просто определили вот такой вот алгоритм. А, ну, да, значит, как я уже сказал, это алгоритм. То есть, на ней еще, на самом деле, полумножение. Да? Ну, вот, давайте еще полумножение. Выпишем. Так, значит, полумножение такое. Вот, ну, на самом деле это почти так, что Крашу, как и примитивное, ну, то есть есть некоторая общая наука, значит, это называется, значит, что примитивное элемент, да? Значит, когда здесь не единица стоит, а вот какой-то групповой элемент, а здесь какой-то цифровый элемент, а здесь какой-то цифровый элемент. Вот смотрите, вот тут вот, помните, как мы определяли, значит, действия группы, на данном произведении, просто по компонентам. Вот, а действия алгоритм, ну, вот формулируется. Вот, то, что действия по компонентам, это значит, что по произведению просто выражается вот в двух сторонах. Вот, ну, такие элементы называются, значит, в двух сторонах. А вот, ну, если, ну, элементы, конечно, обратим на дверь. Значит, элементы, 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 что там, если, ну, какой-то алгоритм, если оно, во-первых, противно, а во-вторых, в двух сторонах. Вот, ну, вы можете, например, проверить, значит, что в универсальной облегчалке никакого группового элемента как единицы нет. Вот эти единицы, конечно, удовлетворят, это вот просто. А вот тут появился такой вот групповой элемент. Вот, ну, и вот эти штуки непримитивные, но у вас почти примитивные. Значит, примитивные, в связи с тем, что в универсальной облегчалке. Вот, это такое довольно хорошее поведение с точки зрения облегчалка. Вот, ну, и оказывается, значит, есть полностью аналогичные тюлили, значит, тоже можно классифицировать простые, простые, значит, неприводимные модули, да, на деталке. Они тоже параметризуются просто с натуральными числами. Вот, ну, и давайте я снова выпишу. Ну, я буду использовать тот же самый пакетс, хотя в данном случае уже, как бы, рекомендатор эксплуатации в виде потенциальных операций не будет. Вот, но, тем не менее, значит, я выпил тот же самый, значит, и е будет действовать так. Да, вот такая штука, значит, любого, значит, натурального числа, вот такой штукой, мы просто обозначаем q в секнем минус один поделить на q минус один. Ну, то есть это как в школе учат, просто вот такая штука, геометрическая сумма, геометрическая сумма. А вот, ну, и сами-то, значит, в классическом случае у нас просто будут без квадратной ступки. У нас и е просто вот это вот действовало вот так. А вы как-то видите теоретические представления, что вы надеялись? Что? Какая-то нормальная прогресса с теоретом? Нет, а это просто чисто формально. Я просто, давайте рассмотрим просто ветреное пространство, натянутое на пакетмарон. И я увожу на него только представление. Ну, то есть я могу просто обозначить, я могу обозначить какой-нибудь буковкой в йоту и написать, что я в йоту равно й на в йоту минус йоту. Ну, так вот просто. Так, ну, и что здесь, хоть наоборот, то же самое, друзья, с цифриком. Ну, а К действует просто собственным, ну, как и раньше, разгревает просто по собственным значениям. Вот. Ну, это будет просто путь в степени 2 на n.2. Вот. Ну, и снова видно, что, значит, тут было видно, что не надо подставлять пять минут и все. А тут видно, что вообще, в принципе, корни из единственных могут сильно картину испортить, потому что тогда вот где-то появится нулевое собственное значение, и это будет в чем-то плохо. Ну, например, тем, что, значит, модуль может перестать неприводимый. Вот. Поэтому тут вот предлагается, что Q не будет. Ну, и, да, ну, можно проверить, действительно, что все вот эти соотношения выполнены. Вот. Ну, еще сложнее, но тоже не слишком сложно проверить, что это неприводимый модуль. Вот. Ну, и, опять же, примерно так же, как в классическом случае, доказывается, что все неприводимые раскладываются. Ну, что ли, любые неприводимые так выглядят, а все остальные раскладываются в пленную туму неприводимых, то есть это стыкл. это стыкл. Это стыкл. Значит, где квадратные скобочки? Квадратные скобочки здесь. Квадратные скобочки здесь. Здесь не надо. Квадратные скобочки. Там самому-то себе скул какую-то степень. Вот. Ну, хорошо, значит. Да. А вот это форма опыта сменения. То есть, что он отрепший год, он отрепший год. Ну, на самом деле, то есть, просто таким, ну, то есть, вы отправились по приводимой сюда. То есть, там все еще будут неприводимые на культуре, но они будут чуть-чуть по-другому выглядеть там. Чего-то агентаризовать надо. А вот. И, значит, и по высоте уже нет. А, ну, хорошо. Кто лучший специалист, тот меня поправил. То есть, просто катет вылетает. Окей. Спасибо. Ну, в общем, я помню, что там приятные. Стойте. Вот. Хорошо, значит. А, ну, так да. А чем мы, собственно, занимаемся? Мы тем, что считаем эндомартизмы тендерской степени. Ну, вот давайте, давайте считать эндомартизмы. То есть, в качестве 4 качества V я возьму просто двумятый модуль. Просто V от 1. А вот. Ну, и буду считать, значит, эндомартизмы относительно вот этой кланковой СМ2. Энтой. Энтой. Энтой тендерской степени. О, ну, сразу, значит, ответ. Ну, то есть, у меня название. На самом деле, эта штука будет то, что обозначается в окно. а вот тут какой-то параметр надо ввести значит а параметр а параметр значит минус 2 вот значит первые скобки вот такое значит ну то есть для двойки это просто один плюс а пи один да вот это просто значит постадательное значение как бы для инструментальных весов в данном случае это очень плохо потому что у нас просто как бы все однометное вот это просто вот тут самое число которое вот в бронзе сказал что как веса располагается но в данном случае тут есть вес один есть вес минус один вот 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 хорошо значит да ну назвать это хорошо конечно давайте мы каким-то нам как-то задать в различных отношениях мы какие-то так интересовались вот 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 давайте Давайте, значит, разбирать, что происходит. Так, вопрос какой-то? Ладно, давайте смотреть. Так, сейчас мы какие-то операции, как всегда. Так, вот же. Так, значит, Так, вот же. Значит, посмотрим сначала, ну, то есть, в случае n равно 2, сначала посмотрим, да, посмотрим на тензорный квадрат. Вот, определяем вот такую штуку. Помните, у нас были такие знаки? У и а назначались. Определяем вот такую штуку из v-тензорного в 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 в. на байсе, значит x-тензорная x отправляется в 0, y-тензорная y тоже в 0, x-тензорная y отправляется и на квадрат, ну и это просто комплексная x, а y-тензорная x отправляется в минус и в кубную ну и значит еще определим, что тип операторов измеря, а вот, ну это просто значименно единически конечно определяется, вот и q квадрат x-тензорная y минус и q минус второй y-тензорная x. вот, ну, как-то невинятно они заданы на базисе, но смысл такой, что на самом деле это, значит, это будут у q fsl2 ефевариантные операторы, а вернее отображение, вот, ну, сходу этого, может быть, не видно, да, но тем не менее, значит, можно править форму, увидеть, что это ефевариантное отображение. так, ну, хорошо, значит, то вопрос какой-то? ну, давайте теперь посмотрим, какие между ними соотношения. ну, ой. ну, да, на все. ну, да, да, вот, ну, да, 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 да. Так, ну вот если в какую сторону взять композицию, на этой фронте это, грубо говоря, цикл. Цикл – это какое-то число должно быть. Это просто умножение на толщину чпу, естественно. В данном случае это умножение на минус квадрат. Так, значит, теперь в другую сторону взять композицию. Вот, ну давайте сначала значение на праздексе. Значит, x на минус квадрат, x на минус квадрат. Вот, ну пока не очень понятно, что это такое. Это, на самом деле, очень важное во всей науке отображение. Оно называется гумопульс. Вот, ну хорошо, значит, давайте дальше посмотреть. Вот, дальше можно взять еще какую-то угроменную публикацию. Давайте весь x на минус квадрат. Он тоже будет использовать в минус квадрат. Вот, это просто по определению гумопульсной координации. Гу квадрата на вот такую штуку, плюс гу-минус квадрат. И просто на торжестве на этой квадрате. Вот, значит, ну и теперь, смотрите, теперь на самом деле вот такая штука, она играет гуль перестановку координат. Вот, но, тем не менее, это будет, значит, эта штука удовлетворяет соотношению гумопульсов. Это как-то новая штука, да? Да. Ну, это просто линейная. Да. Новая штука, линейная комбинация штука, то есть, когда его сатуржки упорят. И сдают по минус квадрата, если она угрожает. А вот, значит, и вот такие вот штуки, значит, в результате, когда у нас, ну, мы вас взяли пока что 2 на 2, но нам ничто не мешает рассмотреть, и мы и будем рассматривать n только, тензурную степень. Да, мы будем рассматривать вот такие отображения. Вот. Ну, и вот есть несколько... Тут n штук, тут n штук. Я вот здесь, допустим, закатил вот этот клещик вставить, да? Но я могу его вставить на вот эту позицию, а могу вставить на соседнюю позицию. Вот. И там, да? Да. Ну, Верния, на самом деле, да. Ну, Верния, на самом деле, да. Обманул. Да. Вы правы сказать, что это клещик вставить. Нет. Не совсем ее, а... Ее композиции с настоящим. Ну, с настоящей перестановки. Ну, а вот это... Ну, то есть... Ну, да. Вот это вот штука, значит. Это вот соотношение класс. А если взять саму поступки, с настоящей перестановки, там будет половина дебаток. А кто не знает, может придумать, исходить с этого. Вот. Да, вот такие вот штуки, да, будут удовлетворять соотношение к ОСС. Сюда. Ну, с подрядом ко мне на себя слабее. Вот. Ну, и давайте... Ну, и, ну. Ну, и, ну, и, ну, и, ну, и, ну, и... Продолжение следует... 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 а вот мы давайте посчитаем и получается значит вот такое соотношение а дальше ну опять они у нас вот потому что это соотношение из алгебры Брауэра она конечно содержит алгебры Брауэра, мы говорили, что она содержит вот поэтому какие-то соотношения, ну ее можно было бы определить просто как под алгебру в алгебре Брауэра, ну вот такое соотношение ну собственно вот есть набор соотношений, ну давайте вот это вот вытащим, получается, ну допустим я и равно единице е1, е2, е1, 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 е9, е1, ну вот давайте нарисуем е1, вот у меня е1, ну понятно, что то, что справа там, далеко справа нас не очень волнует, а вот теперь я выписываю умножаю на е2, ну и потом снова умножаю на е1, ну и теперь я просто вот эти штуки должен соединить, ну тут понятно, что они вот так просто соединятся, тут вот так, тут вот так, ну и смотрите, что получилось, то есть вот он е1, а вот тут просто вот эта штука, она стала изогнутой, но она по-прежнему соединяет штуки, то есть это просто е1, а вот, ну и остальное соотношение тоже, значит, тропическое выписывание, ну вот, значит, ну можно спросить, что же там, что такое произошло, то есть, смотрите, в практическом случае у нас бывает тропическая группа, а тут вдруг произошла какая-то алгоритм, а с вами произошло следующее, мы как-то взяли образующие синтетические группы и их как-то перепрониклистовали, просто добавили там, соответственно, добавим вот эту е1, е1, е1. Вот, из-за того, что мы, значит, добавили е1, е1, вместо соотношения плюс обычного, оно его дефорировалось вот такое. Вот, и вот квантовая версия, она уже, значит, она уже обобщается вот над точей не исходной синтетической группы, а вот такой вот. Вот, ну можно перепрониклистовать обратно, не мешает, да, значит. Вот, ну и в таком случае, думал, в контуре я даже выписал, а вот, они все еще удовлетворяют, значит, они все еще удовлетворяют соотношением плюс, как и обычно. Вот, но вытекает вопрос, а что будет если квадрат 3? Вот, а отличие от вам, то есть ситуация атлантическая заключается в том, что квадрат 3, как видите, в прямом вытекло, где-то наьом отображении, вот, а вроде, значит, то, что называется вот… вот, нахладезавром пайкики, да? В общем-то деле. Ну и вот… и если обобщать это на… на… не на СФ2, а на там, СРН-большое, а вот, потом в ручке не остается, с точки зрения малых людей. Ну вот, давайте. А мы должны поработать сеть про то, что у нас образовательные депозакции, да? Ну, можно это и в таких терминов сформулировать, да, при желании. Значит, можно при желании и в таких терминов сформулировать. Ну, можно, но, с другой стороны, чтобы это как-то постоянно не оказывает. Ну, и чтобы, действительно, попробовать. Очень простое графическое впечатление. Так, ну, тут вот интересно, что тут не надо, не пришлось сформулировать. То есть, в прошлом образовательной представлении была такая, что надо эту штуку еще почему-то отфакторизовать. Ну, и почему-то отфакторизовать не надо. Вот, а давайте теперь, значит, если у нас… Я очень поздно, что сейчас расскажу, что происходит для эксцеленции. Вот, вот там, значит, там тоже можно прилить, там, а вы грузите. Вот, ну, да, вот, ну, и, ну, и, ну, как бы, его можно подсчитать. Ну, вот, тем не менее, ответ не такой симпатичный. Ну, давайте, кстати, очень просто, значит, сколько или кто-то не получается. Сейчас, сейчас все будет. Алгебатике – это такая вот рекламная деформация групповой. Она должна появиться, да? Ну, неявно появилась, но явно ее еще не представлялась. Ну, нет, там есть много способов, так сказать. Они тут все более неизвестны. Ну, просто, наверное, они… Они считают один или другой, там, в зависимости от науки. Потому что алгебатике, она, на самом деле, очень много привлекает. То есть, изначально, она вообще не увеличивается. Так, хорошо, значит… Ну, значит, давайте… 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 Солен большой. Значит, точно так, значит, фантовую деформацию о солен. А вот, значит, ну, там будут тоже образующие гииты. Ну, это уже некомплексное число. Значит, экоинобитронных садин. Вот. Ну, может, это часть соотношений вы можете задать в какую-то реализацию. Вот. Ну, и часто там находят еще какие-то соотношения, которые говорят… Ну, и я не буду выписывать все соотношения. Но очень много. Вот. Ну, ну… Любая… Если вы зафиксируете любое ги, то, конечно, вас пользуется фантовая стальба. Это подал уже в сумму конкретной ги. А вот этапа кимедита и ги плюс левая. Ну, как бы, ну, взаимодействует… Ну, и, значит, да, есть понятие г-матрицы. Г-матрицы, как бы, можно сомневаться. Значит, это элемент просто… Ну, это то, что называется универсальная матрица. Значит, универсальная, потому что… А если у меня есть любое представление В, то А получается вот здесь. Понятно, да? Универсальная матрица будет вот здесь, потому что для любого представления В получается матрица вот здесь. Вот. Ну, да. Ну, и давайте выпишем уравнение Янга-факстера. Значит, уравнение выглядит так. r12, r13, r12, 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 r13, r13, r13. Значит, что это такое? Это уберет специальную матрицу. Ну, во-первых, по универсальному матрицу. Уберет специальную матрицу. А специальную матрицу на тот день делается там ровно. Ну, и r12 значит, что вы ставите эту матрицу, по универсальному матрицу. Вот. Ну, и просто это все перемножайте. Вот. Вот. Ну, и теперь, значит, на данной штуке, получается, ровно. Ровно. Вот. Ну, и поэтому, если у вас есть… то есть отображение, значит… ну, из Монрога, как говорится, на данной штуке. Ну, то, значит, есть отображение, значит… Ну, или группу просто, в принципе, нужно почему-то. Вот. Ну, на самом деле, сейчас… сейчас мы просто напишем, чему равен квадрату, да, где есть вот эти вот… Значит, у вас есть вот эта вот r-матрица, значит… в каком квадратичном соотношении… в каком квадратичном соотношении… она удовлетворяет на каждом неприводимом модуле она просто действует на константы как повезет конечно значит но если повезет если кратности равны единица значит эти константы будут равны а вот ну и значит вот соответственно что происходит эта штука действует на Втензор на Втензор которая раскладывается в сумму каких-то ну тут уже формула Крепши-Гордона не такая красивая для СЛН в общем видео вот тем не менее это раскладывается в какую-то там сумму неприводимых представлений вот на каждом этом неприводимом представлении значит агматрица действует какой-то своей константой вот ну и вот исходя из этого можно увидеть что она на самом деле влияет в квадратичном соотношении в квадратичном соотношении на x квашке плюс q минус q минус q минус q на x квашке плюс q минус q минус q вот теперь у вас определенного выгрузки А в смешке это композиция вот Эрматрица и вот установка картина. Да, то есть Эрматрица, ну, представить сама эрматрица, как бы там не нужна, но на скешке, но вот сама эрматрица она уникальная. А вот, поэтому это нельзя было не упомянуть. Ну и давайте, значит, определим его сразу по глупинке. Вот, значит, это просто алгеба, пророждённая с ссылками в соотношении с слоем, потому что это коммутирует при разных лиц, так сказать, при соседних лиц соотношении флот. Ну и квадратическое соотношение. Если это квадратия, то вот так нужно написать, да? Если это минус цифру, то если это минус цифру, то на цифру минус один разом. Это уже не грустно, конечно, значит, это минус. А вот, значит, это алгебра, разумеется, но вот можно почитать ее размеры, если разумеется, не так кажется, как у Павла Брэнса. Просто алгебра, разумеется. Ну, это надо еще, нет, совсем ничего не считая, нельзя понять. Да, это надо считать. Ну, там у вас есть форма, то есть я сказал, что она действует на каждом цифру, то можно написать, каким минусом цифру. Вот, и из этого получается подход. А вот, значит, ну, да, вот. Получается, значит, алгебрия отмена цинепаттериала. Ну, почему отмена цинепаттериала? Ну, грубо говоря, потому что соотношение к ним – это почти все, что вам надо, да? То есть, если у вас есть какое-то вот произведение длинное, то его просто соотношение к ним может привести к ситуации, когда вам надо раскрывать квадраты, а квадраты раскрываются по вот этому соотношению. Вот, ну, а все остальное сводится вот к неприводимым словам у Павлия, да? То есть, на данном случае это вот просто… И просто будет там поперед. То есть, ну, то есть, вот обычная процедура, как вы, значит, если у вас есть произведение отражения длинного периода, вы начинаете вызвать цинепат. Вот, вы поступаете точно так же, потому что квадраты не прекращаются, а вместо них вы в радиусуете линейную прибылочку. Вот, ну, там есть всякие модификации, то есть, например, просто там, допустим, линейстарты, когда квадраты равны нулю. Это там тоже, значит, это мануид водоросли называется. Ну, там, в общем, или я набрал, это… Там можно равно нулю, а можно равно самому себе. Вот, я не помню. Одно из них называется мануид водоросли, а другое еще как. Но это когда равно самому себе, по-моему. То есть, это мануид водоросли. То есть, это мануид водоросли. Ну, вот, я слышал… Я слышал мануид водоросли. Сфинь, вот, скажем. Так. Вот, хорошо. Значит, ну, да. Ну, и давайте, ну, взглядим, сформулируем. Понимаем. Значит, что есть коллективное отображение вот этого агентства пандематизма и у нас осцилен. Опять же, агент большого зависимости, как вы понимаете. Вот. Значит, в этом сигнал «Н». Вот. Ну, и более того, значит, его ядро можно написать, его ядро можно в том, что в нем, по-моему, это плановые лекции от любви. Ну, что, такая очень наивная плановые лекции, значит, ядро. То есть, у нас просто один элемент там. Сумма по всем перестановкам. Значит, тут просто минус в степени минус длина перестановки. Сумма по всем перестановкам и число минус. Ну, вот, собственно, на вот, ну, ну, вот, умножить на, ну, вот, саму перестановку записано, так сказать, я вот так напишу, значит, он три. И, на самом деле, в перестановку вы раскладываете произведения фундаментальных, а теперь, везде, значит, эти фундаментальные транспозиции изменяются на разок. А вот, то есть, такой вот наивный аналог консистенциализации. Ну, и тем не менее, это работает. То есть, он действительно попадает на ядро, и ядро просто превратится этим. Вот. Ну, и в частности, значит, для случая... А, ну, да, это, естественно, перестановка разорвлены, как бы, тут сумевается по перестановкам из СН плюс один. Дальше, как я могу сказать. Зависимость от Н большого, она вот здесь. Вот. Ну, и как и раньше, значит, если вы возьмёте просто n равно 2, фортилизуете алгебру гехи вот по такому элементу, вы получите просто эти основные 2 сантиметры гехи. А вот. Ну, вот это то, что я хотел сказать. Есть ли какие-то похожи? Значит, ну, ну, не знаю, но я попытался объяснить, как вы считаете, вот у вас есть какое-то объединение? Значит, представьте себе, что вы просто, значит, в симметрической группе пытаетесь вычислить объединение среди. Значит, как вы это делаете? Ну, можно просто присталки примножить, но это не нахренеть. Значит, вы просто много раз используете соотношением код. Вы много раз используете соотношением код. Ну, вот иногда у вас вот так, что это считает в квадрате, так как у вас просто обычная, если я считаю, грунт, церковь, то есть, это, а тут, когда у вас что-то вытлетает, но оно не считается, оно выводит вкладность. Оно выводит вкладку умножить 3, умножить 3, умножить 3, умножить 3, ну, и плюс еще, так не знаю, умножить 3, а, ну, как бы, просто члены старшего порядка типа, ну, а в остальном умножение точно так же. Ну, это и смысл, дефонация, умножение умножить так, из точных, до чего. Поэтому, это не реал. То есть, базис, вот, базис выписывается. А, для рестоража нет, нет, есть, значит, оно, ну, вот таким вот, ну, апрельсия 3, надо, проэвалюировать, значит, и, ну, если вы понимаете, это, 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 да, А, то, если, то, в общем, то, что, вот это, то, значит, там出ся, Вопрос как она связана с науги-байбеки. Хорошо. Еще вопросы? Проект 3. Проект 3 как это значит диаграмма нового. Долго-долго я не готовился. Вопрос заключался в том, что для конкретной цветы можно написать диаграммное висчисление в том же стиле, как написали для Ж2. Но я не подготовился. А для Стах Шупен, наверное, может, но пока еще ни одной статьи с окончательным ответом я не видел. Там, где даже дружуточный ответ, там какие-то красивые цветы. Так, еще вопросы? Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.